так привет друзья вы смотрите канал около музона и сегодня мы посмотрим видео с канала звук в руках лёхи избау видос называется как никогда не начать зарабатывать на музыке интересный видос давайте вместе посмотрим всем привет вы на канале звук в руках меня зовут лёха избау и сегодня я хочу обратиться к тем кто хочет зарабатывать музыкой на жизнь или к тем кто уже этим занимается но хочет зарабатывать больше ребята разговор серьезный поехали ребята я начну сразу самого главного вы сами портите себе жизнь и портить ее всем остальным ребята нельзя работать бесплатно за работу нужно брать деньги а вот теперь давайте разбираться давайте ну обычно так я так говорил что выступать нужно хоть за какие-то копейки хоть за копейки но за копейки понятно что нельзя работать бесплатно а другие люди говорят что работать нельзя за дешево то есть например допустим есть а кавер-группа стоит дешево то соответственно ты не можешь позволить себе хорошее оборудование хорошую одежду и так далее то есть чем дороже ты стоишь тем круче у тебя идет твой скажем так бизнес то есть вот допустим apple айфоны стоят очень дорого их продукция но за соответственно они первые на рынке делают все красивенько качественно классно и так далее а какие там xiaomi делают максимально дешево но у них соответственно и куча там проблем вот поэтому это все понятно но когда музыкант начинающий когда это молодая группа ей конечно бесплатно по любому придется например выступать вот или вообще на начальном этапе всем придется что ты фотограф что ты звукорежиссер тебе нужно набирать так сказать портфолио и опыт и поэтому тебе придется играть бесплатно но с другой стороны нужно играть не просто так бесплатно тупо ломиться на все концерты а понимать пытаться понять ну для чего тебе нужен этот концерт например ну ладно давайте послушаем что лёха скажет и представим что вы звукорежиссер хотя это не принципиально вы можете быть и сессионным музыкантом и автором музыки на заказ и что угодно там до работника сцены но представим что вы звукорежиссер соответственно давайте вычислим да сколько должна стоить ваша услуга ну представим что вы сводите одну песню два дня это абсолютно нормально это абсолютно нормально с учетом правок с учетом обсуждений так далее это все рабочее время я сейчас говорю о нормальных звукорежиссеров которые работают с разной музыкой а тех кто свой бит с капой речи сейчас не идет представим что вы сводите одну песню за два дня у вас в месяце давайте представим 22 рабочих дня потому что всем нужны выходные соответственно 22 рабочих дня у вас мы делим на 2 получаем 11 песен вы потенциально можете сделать в месяц при условии что ну что у вас есть вообще эти заказы да и клиент 11 песен окей при цене 5000 рублей за песню ладно давайте начнем так при цене 3000 рублей за сведение песни это получается 33 тысячи рублей ну я думаю никто не станет спорить с тем что 500 долларов это маленькая зарплата окей давайте поднимем цену до 5000 это получается 55 тысяч рублей некоторым не москвичам и не жителям казани например может показаться что это уже более менее приемлемые деньги но друзья нужно учитывать что звукорежиссер не может работать вот просто так за ноутбуком до звукорежиссеру нужно купить дорогие мониторы наушники мощный компьютер хорошую звуковую карту это минимум а максимум ему разумеется нужно снять помещение в котором он сможет 24 на 7 шуметь и правильно его акустически обставить соответственно оборудовать звукорежиссерское место стоит ну я бы сказал ну короче то о чем я и говорил то есть если мало зарабатываешь ты будешь колхозно делать себе эту студию колхозить этот поролон еще что-то все будет дешевое мониторы будут дешевые ком будет дешевый все будет хреновое в общем и все потому что мало зарабатываешь если же ты зарабатываешь много то соответственно у тебя есть деньги купить все себе самые там топовые и так далее от 300 тысяч рублей а в целом как бы конечно дороже если мы говорим о чем серьезном и на фоне вот этих расходов да и плюс но расходы постоянно какие-то происходят я уж не говорю о покупке программ и плагинов да ну на уровне 55 тысяч рублей в соответственно некоторые как делают то есть он говорит один трек сводит два дня а берут и делают 3000 за трек но сводят его за два часа просто по-быстренькому там все подсвели и скинули типа и делают не очень хорошо но зато много много могут сводить в день могут несколько трек сводить наверное такие вопросы не стоят но мы по не начинаем понять что 55 тысяч это уже типа ну странно давайте поднимемся до допустим 10 тысяч рублей за песню 10 тысяч рублей за песню это 110 тысяч рублей значит прибыли с вашей работы в месяц ну вычтем там что-то то есть 5 10 тысяч 60 наверное останется в принципе казалось бы уже нормальная зарплата но на самом деле тоже нет потому что мягко говоря далеко не всегда у вас получится сводить трек за два дня потому что большинство материала присылаются не тюнинные не выровненные вам все это надо править или нанимать человека который будет это править опять же я говорил переговоры плюс у вас просто может не быть такого входящего потока да то есть знаете сами то густо то пусто летом все разъезжаются вот пускай у вас просто ну и не будет этих 11 заказов таким образом друзья мы приходим к тому что какая-то более менее адекватная цена сведения песни одной звукорежиссером не профессионалом дат без огромной студии там без ламповых приборов так далее стоит где-то 12-15 тысяч рублей в россии и это адекватно при таком значит оплате своего труда звукорежиссер может нормально жить держать снимать помещение содержать свое оборудование в хорошем состоянии и продуктивно трудиться ну да так ну и мои хорошие давайте сделаем важное дело которое мы обязательно должны сделать а именно поблагодарим спонсоров сегодня всего два это магазин б.у. электро и бас гитар бар гитар чудесный магазин чудесный инструмент очень широкий ассортимент самое важное что они все отстроены на них все прошли предпродажную подготовку у мастера и соответственно эту гитару можно просто взять и начать на ней записывать мировые хиты бар гитар если вам нужна гитара или бас гитара обращайтесь туда и второй спонсор на сегодня это струнки.ру я напоминаю что до 15 января у струнки.ру идет розыгрыш приняв участие в котором вы можете выиграть ценные призы а также хорошие купоны на скидки на все что можно приобрести в струнках.ру ну и в целом струнки.ру это просто качественный магазин с широким ассортиментом и отличным сервисом которые можете обратиться и затариться мой промокод со скидкой 7% находится в описании к ролику что мы видим по факту а по факту мы видим что типа 4000 рублей за песню 3 5 это уже типа типа нифига себе чувак 5000 просят и откуда вот эта ситуация возникает а я вам объясню на рынок приходит новый молодой специалист который нихуя вообще не умеет и он думает так чем мне привлечь клиентов работами не получится потому что у меня нет портфолио именитыми клиентами не получится на что никому ничего не свел значит именем своим каким-то я никто и единственное чем он может привлечь клиентов это низкой ценой и человек начинает понижать цену на свои услуги ну да кстати мы с кавер группой также делали в начале моего пути то есть мы первый концерт по моему играли но именно свадьбу что-то там у нас ценник был типа с оборудованием 35 тысяч рублей на группу и короче когда мы такие цены то есть без оборудования было по моему 2 30 как же там нас был то короче были было три цены а без оборудование вообще 25 с бэклайном 30 полностью со всем оборудованием 35 вот и мы писали эти цены всяким агентством ивент свадебный момент агентством и нам в ответ многие отвечали что ребята вы прикольно выглядите вас прикольная промо все но не смешите ценой зачем и пи зачем вы делаете такую цену низкую вас эта цена отпугивает реально и мы такие ну да мы тоже это поняли но единственное чем мы могли на том этапе конкурировать это ценой вот и как-то все равно нашли какие-то за работы каких-то клиентов а потом уже начали потихоньку поднимать ребята если вы просто ну типа ноль никто и так далее и звать вас никак я дам вам сразу совет не начинайте работать самостоятельно работать на кого-то и когда вы уже типа скажете ну вообще вот эта запись вот это вот это я типа их там помогал сводить там не знаю я в них выравнивал там или там делал аранжировку или еще что-то там пост продакшен пред продакшен я не знаю типа это уже будет портфолио понимаете но это легко сказать а как найти того с кем работать кто тебя возьмет если ты никто и звать тебя никак конечно на самом-то деле это неплохой в принципе совет то есть бесплатно поработать с кем-то я так фотографом начинал работать то есть я купил себе фотик ничего не шарю и там было чел который фоткал свадьбу я ему говорю ты можешь меня брать вторым фотографом то есть он продавал свою съемку как с двух камер то есть дороже и мы ходили а я просто фотка лучился то есть я просто ходил на свою камеру фотка бесплатно а он заработал больше денег а я получал портфолио и вот таким образом меня набрал портфолио так что тут в принципе лёха прикольная вещь говорит но как бы не все смогут вот не всем так легко найти кому обратиться бесплатно делать но это я отклонился неважно давайте представим что вы нормальный специалист что вы уже отработали на студии там где-то да по кому-то помогали учились там весь там я не занял за микс или mix with the masters пересмотрели сдали кучу домашек и так далее вы можете нормально ну типа на таком середнячковым крепком уровне что-то сводить и вы понимаете что ну ваше сведение стоит 10 тысяч рублей за песню понимаете что к вам никто не пойдет сейчас и вы ставите цену 6 тысяч за песню и у вас появляется типа там два клиента в месяц вы такие думаете блять но что делать и ставите цену в три тысячи ребята вот понимаете это самое плохое что вы можете сделать не ну если ты поставил уже шесть тысяч как бы и у тебя появилось два клиента то тогда не надо конечно три ставить нужно просто ждать как-то себя раскручивать делать хорошо этим людям и они где-то отзыв оставят там и так далее выкладывать вести соцсети там инсту и так далее и каким-то образом набирать еще клиентов то есть если ты двух уже нашел то как бы ну почему ты не можешь найти то еще понижать для себя и для рынка в целом и это касается всех профессий в музыке если вы сессионный музыкант вы занимаетесь скорее всего тем же самым если вы аранжировщик композитор и так далее и тому подобное я уверен что вы занимаетесь тем же самым вы начинаете ставить очень низкую цену своей работы ниже окупаемости потому что как я говорил получать 30 тысяч рублей в месяц со своей работы ну типа это не нормально с учетом что вы работаете на себя и что вы покупаете средства производства так скажем самостоятельно многие называют этот демпинг ребят это не демпинг демпинг ценовой демпинг это осознанная игра в долгую в основном которые могут себе позволить только реально огромные компании то есть ну что такое вот в каких случаях может применяться демпинг например у компании стоит половина там какого-то гигантского склада забитого каким-то говном которая ну типа не ну лёха просто объясняет теоретически но практически так же сам все делают вот и мы так с кавер-группой делали в мы стали опять стоит дороже ну сейчас уже стоим как нормальная кавер-группа а есть также молодые группы которые также пытаются делают низкие цены и работают и все тут просто вопрос том что если они работают круто то они у них начинается спрос все равно и они повышают цену потом а если они работают отстойно то они либо перестают работать вообще либо ну как-то там за эти копейки работают вот и все не идет и компании уже просто не выгодно хранить этот товар и выгодно его слить ниже себестоимости даже и заполнить актуальным товаром и компания объявляет сумасшедшие низкие цены чтобы просто этот товар продать но нет это я не знаю я не считаю что это демпинг это слив товара это просто все делают это скидки там мощные это не демпинг демпинг был когда яндекс такси конкурировала с убером там по моему они сейчас как-то начали вместе слияние произошло они вместе как-то работают убер я они поняли что они не могут друг друга победить а демпинговать уже никто не смог вот то есть они постоянно понижали цену то убер понижал то яндекс такси понижали цену и они вот так вот рубились рубились и тут было буквально два года два-три года назад даже ну может побольше вот когда только убер пришел сюда и короче в итоге они просто как-то сделали слияние сейчас яндекс убер они как-то совместно работают вот вот это демпинг а то что с товаром говоришь так это нет что любые скидки когда там скидки в 70 процентов это что демпинг что нет да это не демпинг это просто слив ненужного товара старого да и при этом чтобы у конкурентов он остался то есть компания осмысленно себе разгружать склад и свинью подкладывает конкурентом либо же например демпинг в виде конкурентной борьбы но я не знаю представим что компания торгуют автомобилями и колесами к этим автомобилям и появляется компания конкурент которая продает только колеса но дешевле соответственно компания которая торгует и тем и тем начинает нести убытки потому что у нее очень плохо в продаже колес и она делает обвально низкие цены на колеса продает их себе в убыток но она продолжает существовать за счет того что она продает еще и машины и в целом сальдо у компании положительное они торгуют месяц два три в убыток колесами но их конкуренты закрываются потому что они могут выдержать то что они только колесами торгуют они не могут их продать всего бы так они закрываются все победа цены подниматься обратно это так выглядит демпинг то что вы делаете да не демпинг но это теоретически так выглядит как бы на самом деле все немножко сложнее конечно это просто копаете вы копаете яму вот для самого себя вы вот работа по три тысячи за трек вы выкапываете себе яму потом вы в нее ложитесь накрываетесь пледом и говорите все я умер музыки в россии нет нихуя в россии нет все пизда рулю типа погибаю не не так если ты делаешь свою работу очень хорошо то есть допустим ты делаешь свою работу на 12 тысяч а из-за того что не только ты только начал ты делаешь по три тысячи рублей то если работа стоит твоя 12 тысяч и она реально люди понимают что это круто ты сделал ты будешь поднимать цены постепенно и все и все у тебя будет нормально вот а как бы если у тебя работа хрень то конечно ты будешь ныть что все в россии плохо никому ничего не нужно но ты ты будешь за три тысячи работать и не будешь себя окупать тебе будет тяжело это понятно это зависит именно от материала это то же самое что с музыкой главное как ты делаешь продукт все все остальное вообще это то мелочи нюансы что чего вы добиваетесь работая по низкой цене первое что вам нужно знать жадные клиенты и нищие клиенты это самый блять геморройный и хуёвый клиент вы понимаете а вам их но тут я соглашусь вот у нас все работы которые были какие-то задешево где торгуются скидку какую-то это всегда тебе весь мозг вынесут то есть хотят все ну это простой пример я приведу как вот фотографом я работал то есть клиент заказывает фотографа на последние деньги торгуются просит а скидку там еще и не заказывает там видеооператора у него нет шоу программ у него есть только ведущий на свадьбе и фотограф и вот им делать нечего становится и они тебя просто начинают мучить там типа а это с фоткой а пойдем туда а пойдем сюда а вот этих пофоткой а вот сюда пофоткой то есть когда богатая свадьба там такая шоу программа насыщенная что там фотка ты просто фоткаешь и фоткаешься тебя никто не трогает вот а тут тебе просто мозги все вынесут ну как бы и вот с группой то же самое то есть это везде примерно одно и то же вот понятно что нищеброды они как бы не врубаются как что это самые реально плохие клиенты так это как бы есть нужно обслужить троих чтобы получить денег столько же сколько с одного нормального эти люди блять вот будут ебать вам мозгу высосут все убьют всю кровь вот чтобы вы за эту трешку блять 20 раз этот их сраный трек пересводили человек который готов платить 15 тысяч за трек он скорее всего блять узнакомился с вашими работами и он типа просто доверяет вашему вкусу я клянусь люди которые плачем типа богаче клиент тему менее геморройный вот ну почти все подтвердят мои слова но есть конечно ебнутый всегда но типа бичи это самые геморройные это первое второе кто к вам пойдет за три тысячи только самые конченые новички какие-то значит лохи и так далее вы на этих клиентах никогда и не сделайте себе портфолио потому что все эти песни будут плохие все исходники будут ужасные и так далее и тому подобное но тут кстати вот он но он просто чисто про звукачей говорит я-то думал вообще как как начать никогда не начать заработать на музыке он чисто узкую тему взял про звукачей ну понятно значит сможете ли вы повысить цену то есть создать лай базу лояльных клиентов пока вы будете сводить по трехе эти все клиенты будут к вам лояльны и они будут вас рекомендовать своим друзьям бичам как только вы повысите цену на 5000 они все испарятся просто как пердеж на свежем воздухе я клянусь это так работает ну да они будут искать за трешку чувака другого и вы повысив цену на сведение на не знаю 50 процентов просто останетесь без клиентов понимаете работа по экстремально низкому ценнику это работа без перспективы ну типа серьезно эта работа без перспективы вы из этого болота никогда не выберетесь никогда приличный музыкант не станет работать со звукачем который сводит за три тысячи он даже слушать ваша работа не станет ну кстати ребят второй альбом плохие дядьки мечта сводили за три тысячи за трек и реально сведен он плоховато честно вам скажу там с басами какая-то проблема то есть низов не хватает и нету вот этого взрыва то есть вот начинается припев он должен быть взрывным а нет такого не происходит динамики например кин дудки вступают они должны тоже раскачивать они не раскачивают то есть вот я это уже потом как-то понял вот ну думаю ну а чё я ничего требовать не стал типа три тысячи нифига себе три тысячи за трек вообще копейки как бы и вот типа вот о чем лёха говорит ну наверное это лох а скажет а кого он сводил посмотрит ваше портфолио а там одни лохи он такой ну понятно это новичок типа для новичков работает и так далее поэтому ребята типа поймите мне меня намного перспективнее сводить двух клиентов в месяц по 10 там две песни по 10 тысяч чем 10 песен по три тысячи это намного перспективнее потому что вы создаете себе нормальное портфолио создать все нормальное имя набираете себе нормальных платежеспособных немозгоебущих клиентов и возможность у вас появляется что называется выйти в люди до создать себе какое-то имя и у вас уже там ну типа не будет отбоя от клиентов работая по 3000 вы просто закапываете себя вы довольно быстро эмоционально выгорите поймете что работать за 30 тысяч рублей не имеет смысла и лучше пойти там не знаешь на кассе в пятерочке за 37 тысяч рублей сидеть типа и и все круто это тяжело что касается ссылка удалена любителей так называемых то есть есть люди которые ну типа занимаются музыкой и ну типа как бы это не их работа но в целом можно там по приколу за три тысячи хотите я вам сведу ребята перестаньте заниматься этой хуйнёй если вам это по приколу сводите типа блять бесплатно как я например делаю если вам это не по приколу ну типа работайте ну я не я не защищаю сейчас рынок и так далее вы на рынок вот вы любители которые раз в месяц сводят что-то 3000 никакого влияния не оказывайте но типа вы не обманывайте себя вы таким образом никогда не придете в эту профессию там типа и не создать портфолио так далее ну не тратьте на это время если вы пытаетесь брать какие-то заказики там по две-три тысячи за свидос там я не знаю за запись сессионного соло там или аранжировку это ну типа все одно и то же и надеетесь что вот однажды к вам придет там да нет ну типа не придет а если даже и придет этот один клиент он потом от вас уйдет то что вы сделали хуйню и потому что вообще не престижный и ну типа вы даже не понимаете насколько клиентам с деньгами важен вот этот вот имя престиж крутая студия и так далее ну типа у чувака есть бабки он хочет он он хочет записаться на крутой дорогой студии гулять но он и пойдет на эту крутую дорогую студии понимаете а вы сводя по три тысячи никогда себе такую студию не сможете позволить поэтому ребята ну типа подводя итог всему сказанному демпинг это не не про то чтобы поставить низкую цену это вообще другое а вы занимаетесь просто хуйней просто закапываете себя работая за деньги ну ниже точки безубыточности грубо говоря да ниже рентабельности надеясь на то что вы создадите себе имя портфолио наберете клиентскую базу и так далее там подобное нет ребята нет вы не соберете ее но я тут не совсем согласен как бы мне кажется можно собрать можно как-то начинать ну не знаю не знаю так то конечно задорого можно работать но ты же и стоишь столько три тысячи потому что так оцениваешь свои услуги то есть если реально понимать что очень круто сводишь а откуда ты очень круто сводишь да откуда ты где-то работа тогда ты конечно поставишь сразу дорого и да вы даже не портите рынок вот серьезного прямо как как бы как следует вы не портите рынок вы просто ну типа портите себе жизнь и перспективы себе себе лично и все понимаете я не думаю что илья лукашев страдает от того что блять вася пупкин сводит за 3000 да ему насрать ну типа он и не хотел бы видеть у себя в студии этих клиентов которые хотят сведения за 3000 а единственный наверное эффект это ну типа клиенты начинают думать что это нормальная цена обращаются к звукорежиссеру который сводит за трешку а потом такие типа нихуяся какое говно так блять потому что так вот в этом прикол что если они обращаются к лечку чуваку за трешку и таки ебать какое говно только понятно а если они такие блять тоже самое мы там пятнашку платим тут трешка заебись будем за трешку делать типа этаж так работает как бы а потом эта трешка повышается до 5 потом до 7 и так далее я так понимаю это это звукорежиссер за трешку он на трешку вам и свел если звукорежиссер берет трешку то скорее всего типа он плюс-минус так и работает поэтому типа ребят это это просто замкнутый круг и волчья яма вообще не не лезьте в нее серьезно если вы не считаете что вы сводите достаточно хорошо что просить 10 тысяч за трек идите блять поучитесь сводить сейчас есть куча возможностей это сделать поработайте над своим помещением над своим оборудованием но работать за три тысячи чтобы чтобы что чтобы научиться хорошо своих накаловых исходников и кала материалями вы не научитесь ну типа копаясь в говне скульптором не станешь такие дела ребят это все от меня подумайте над тем что я вам сказал и желаю всем в этом новом году мощного роста рынка и найти свою работу высокоплачиваемую музыкальной сфере пока пока ну отчасти лёха конечно прав что типа ищите ну как бы блин короче идите лучше поработать научить сводить поработайте на кого-то получите опыт то есть надо научиться хорошо делать свое дело вот это наверное в этом наверное конечно прав и потом уже ценник делать и кстати там можно и найти клиентов если на кого-то будешь работать или на какой-то студии вот то есть ну тут наверное соглашусь но не все так однозначно так что у каждого свой путь так сказать все ребят всем кто смотрел реакт ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем вам хорошего настроения